Проведено МСКТ исследование предаточных пазух носа. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Кости черепа в зоне сканирования не изменены, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметричны. Пневматизация сосцевидных отростков сохранена, пневматический тип. Пневматизация левой гайморовой пазухи сохранена. В области дна определяются кисты размером 17х15х21мм, адентогенного характера. На передней стенке 8х6х3мм, соустья проходима. Пневматизация правой гайморовой пазухи сохранена. В области передней стенки определяются кисты размером 20х16х18мм. В области дна 15х13х10мм, адентогенного характера, связана с корнем зуба, соустья проходима. Отмечается утолщение слизистой основной пазухи на 1-2мм. Локальное утолщение слизистой с воздушными ловушками по задней левой стенке 5х5х4мм. Пневматизация клеток решетчатого лабиринта, лобных пазух сохранена. Патологические включения в них не выявлены. Носовая перегородка искривлена влево на 1-2мм. Определяется конча болоса средней носовой раковины справа. Заключение. КТ-признаки утолщения слизистой основной пазухи, кист верхней челюстных пазух, конча болоса, средней носовой раковины справа, минимальное искривление носовой перегородки. Рекомендуется консультация от ларинголога.